Рододендрон Адамса, Рододендрон Адамси. Когда на холодные серые скалы падали первые лучи утреннего солнца, белый орел Саган прилетал на острый выступ. Обернувшись юношей с нетерпением ждал он встречи со своей любимой Дайлей, дочерью пастуха. Однажды злая ведьма узнала об этом и расставила острые капканы, чтобы убить юношу-птицу. Хитростью и сонным зельем убаюкала она прекрасную Дайлю. Пока девушка спала тяжелым сном, Саган попал в ловушку. Ничего не оставалось юноше, как снова стать орлом и, теряя белоснежные крылья, освободиться из-за подни. Проснувшись, увидела Дайле алые капли крови и белые перья любимого и стала лить горькие слезы. Решив, что это она повинна в смерти жениха, шагнула красавица Дайле со скалы, желая умереть. Однако белые крылья тотчас подхватили ее и унесли в далекие дали. Там, где упали белые перья, вырос прекрасный благоухающий цветок. Люди назвали его Саган Дайле, что означает «белое крыло». Ботаническое описание и ареал обитания. Рододендрон Адамса, Рододендрон Адамси, именно под этим названием цветок Саган Дайле занесен во все известные ботанические каталоги. Вечно зеленый миниатюрный куст семейства вересковых, обладатель плотных маленьких листьев с заостренными кончиками. Изнаночная сторона каждого листа имеет чешуйчатую поверхность. Цветы этого рододендрона не крупные, нежного розового, почти белого оттенка, собранные в пышные соцветия по 11-15 бутончиков. Они источают изумительный душистый аромат. Обычно цветение начинается в середине июня и длится вплоть до конца августа. Саган Дайле – белые крылья. К сведению, растение редко превышает высоту 50 сантиметров. Ареал обитания этого необычного цветка – каменистые высокогорья Дальнего Востока. Родиной Рододендрона Адамса является Тибет, его горные вершины более двух километров над уровнем моря. Оттуда растение распространилось по всей Восточной и Южной Сибири, вдоль Саянской горной цепи, а также на Байкале и в районе Хамар-Дабанского хребта. Это растение довольно распространено и почитаемо в Японии. Как цветет Рододендрон Адамса? Химический состав и лечебные свойства. Рододендрон Саган Дайле издавна известен своими целительными свойствами. Ученые-биологи проанализировали его химический состав и пришли к выводу, что растение содержит ряд чрезвычайно важных для здоровья человека полезных веществ. Среди них – эфирные масла. Они обладают мощным лечебным и профилактическим эффектом. Дубильные вещества. Способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, обладают мощным детокс-эффектом, оказывают антибактериальные действия. На организм в целом. Фенолы. Гликозит рутин. Это вещество способствует уменьшению свертываемости крови. Благоприятно сказывается на проницаемости капилляров, регулирует артериальное давление. Линоленовая кислота. Является незаменимой жирной кислотой растительного происхождения. Органические кислоты. Урсоловая, олеаноловая, бегиновая. Все они регулируют метаболизм и способствуют уменьшению лишнего веса. Аскорбиновая кислота. Сердечные гликозиды. Нормализуют сердечный ритм, укрепляют сердечную мышцу. Флавоноиды. Обладают выраженным противовоспалительным действием. Обратите внимание. Сагандаили или Рододендрон Адамса. Сегодня можно купить в аптеке. Однако под видом этого ценнейшего растения может продаваться обычный черный багульник. Поэтому если есть возможность, лучше всего отправиться за целебным цветком самостоятельно. Стоит помнить, что на некоторых территориях, в частности в Бурятии, сбор растений запрещен, а сам Рододендрон Адамса занесен в Красную книгу. Там же, где процесс сбора растений не ограничен, можно добыть цветок, зная несложные правила. Лечебный сбор. Сбор и заготовка сагандаили. Сбор с Байкала считается наиболее ценным. Отчасти это объясняется тем, что там больше солнечных дней, а это важно для произрастания Рододендрона. Алтайский сбор не уступает по полезным свойствам Байкальскому, однако найти цветок там сложнее. Дело в том, что в 90-е годы вместо щадящего метода заготовки путем сбора растений выкорчевывали вместе с корневой системой с целью разведения. Поскольку Рододендрон – вечно зеленый кустарник, то собирать его можно круглогодично. Однако самыми полезными являются летние и зимние сборы. Они существенно отличаются друг от друга. Летний более светлый, имеет слабый аромат, листочки скручены в тонкие трубочки. Зимний насыщенного темно-зеленого цвета, имеет интенсивный запах, листья при сушке не скручиваются. Обратите внимание, несмотря на разный запах, лечебные свойства сборов одинаковы. Сушка сырья, пожалуй, самый важный этап в заготовке. От нее зависит, сохранится ли полезное свойство саган-дайля. Малейшее нарушение технологии ведет к стремительной порче собранного сырья черной плесенью. Лучше просушивать саган-дайли на свежем воздухе в тени, но на это потребуется несколько дней. Во избежание загнивания важно время от времени перемешивать листья и цветы. Как правильно заваривать саган-дайли? Правильная заварка рододендрона Адамса позволит в полной мере раскрыть пользу этого растения. Некоторые ошибочно не используют при заварке чая веточки цветка. Изучение саган-дайли выявило существенные различия в химическом составе листьев и стеблей. Поэтому правильным будет использовать как листочки, так и стеблевые веточки растения. Если в сборе, который продается в аптеке, в значительном количестве содержатся цветы рододендрона, то это должно насторожить так, как они наименее полезная часть культуры. Перед завариванием нужно обдать чайник крутым кипятком. На 2-3 чашки достаточно одной веточки или 8-10 листочков саган-дайли. Далее следует налить в чайник горячий, но не кипящий, воды и настаивать 20-30 минут. Для более крутого настоя можно использовать термос. Но нужно помнить, что настой из него будет более концентрированным и потребует разведения кипяченой водой. Важно! Саган-дайли можно добавлять к черному или зеленому чаю. Если составить купаж из рододендрона, шиповника или иван-чая, то такая смесь будет полностью удовлетворять суточную потребность в витаминез. Полезный чай способствует укреплению иммунитета, а также снимает мышечную и общую усталость, регулирует артериальное давление. Отлично помогает при разного рода интоксикациях, в том числе при похмельном синдроме. Лечебный чай саган-дайли. Спиртовая настойка и порошок из саган-дайли. Исследование показало, что компрессы со спиртовой настойкой из этого растения способны не только существенно облегчить боль при ревматизме, но и усилить эффект проводимой лекарственной терапии. Кроме того, настойка отлично справится с изжогой, тошнотой и бессонницей. Готовится она следующим образом, чистую стеклянную банку заполнить высушенным сырьем на 1 дробь 3, добавить кипятка таким образом, чтобы Полученная субстанция составила половину емкости, дать настояться в течение 5 минут. Добавить спирт 800 мл, так чтобы банка была полностью заполнена, настаивать в течение 5-6 месяцев. Порошок из семян этого лечебного растения используется в качестве вспомогательной терапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Приготовить его очень легко. Хорошо высушенные семена рододендрона Адамса нужно прожарить на раскаленной сковороде без добавления масла в течение 4 минут. Затем перемолоть их в кофемолке до состояния пудры. Полученный порошок применять, добавляя его в кашу или кисель. Противопоказания. Противопоказания к применению лечебного чая, настойки и порошка. Беременность. Кормление грудью. Наличие гипертонической болезни, возраст до 3 лет. Кроме того, возможны индивидуальные непереносимости и аллергические реакции в виде крапивницы, зуда. В некоторых случаях возникают расстройства кишечника, диарея. Важно, перед тем как приступить к фитотерапии, следует проконсультироваться с врачом. Разведение рододендрона Адамса в домашних условиях. Свободолюбивое растение сагандайли в неволе растет весьма неохотно. Этим объясняется то, что его нечасто встретишь на садовых и приусадебных участках. Чтобы выращивание этого легендарного цветка увенчалось успехом, необходимо создать для него условия, максимально приближенные к естественным. Рододендрон Адамса предпочитает тенистые места, лишь временно освещаемые солнечными лучами. Важно, чтобы грунтовые воды залегали максимально глубоко от корней растения, поэтому высаживать его следует на возвышениях. Этот представитель семейства вересковых крайне чувствителен к химическому составу почвы. Если грунт будет недостаточно кислый, растение, скорее всего, погибнет. Также в почве должен быть достаточно высокий процент торфа. Полив рододендрона осуществляется постоянно, не допуская засыхания грунта. Цветок требует регулярного рыхления почвы, удобрения и эмульчирования. В обрезке рододендрон Адамса нуждается только из санитарных соображений. По весне нужно удалить засохшие стебли и веточки. В течение активной вегетации нужно своевременно удалять отсветшие соцветия. Омолаживающая обрезка куста осуществляется раз в 2-3 года. Пересадка и размножение. Если возникла необходимость пересадить куст рододендрона, то делать это нужно так, чтобы растение успело прижиться до наступления заморозков. Сохранение корневого кома уменьшит риск гибели растения. После посадки нужно обильно полить растение. Пересадка и размножение саган-дайли. Размножение саган-дайли происходит несколькими способами. Самым простым будет вырастить его путем отводок. Для этого нужно весной аккуратно прикопать здоровый сильный стебель, закрепить его садовой скрепкой. Через год с помощью секатора осторожно отделить саженица от материнского растения и посадить на постоянное место. Также отростки рододендрона Адамса можно получить с помощью деления куста весной. Для этого выбирается здоровое зрелое растение, от которого острым инструментом отделяется часть корневища со стеблем. Перед посадкой на постоянное место корни нужно обработать фитогормоном или древесным углем. Научный интерес фитобиологов крадодендрона Адамса не утихает и по сей день. Саган-Дайли можно без преувеличения назвать природным лекарем, который обязательно должен быть в каждом доме. Ну, а результат выращивания зависит только от цвета вода.